Друзья, всем привет! Записала видео, начала просматривать, а этот не включила микрофон. Нам нужно, чтобы вот эта зеленая лампочка горела. Записывала 5 минут, записывала, а потом думаю, послушаю, проверю, что там наговорила. А тишина, ничего не слышно. Теперь опять по новой записываю, включила. Еще надо приноровиться к этому микрофону. Ну, пошла, пошла я пересаживать кабачки и тыкву. Хотела сказать табачки. Тыква, кабачки, табачки. Уже заговариваюсь, я уже забываю, как называются слова. Слова как называются. Спросите меня, что со мной было вчера или год назад, или три года, или десять. Я ничего не помню, поэтому ничего не могу рассказать. Вдруг навру. Потом поймаете меня на лжи. Поэтому я говорю, что я делаю здесь и сейчас, в эту минуту данную. Потому что на днях уже будет день равноденствия, значит, день равен ночи. После этого уже нельзя будет ничего высаживать. Ну, можно потом будет в июле укроп посеять и речку больше. А вот тыкву и кабачки только сейчас пойду. Пойдемте со мной. Кто хочет посмотреть, а кто не хочет, переключайтесь. Так, польем сначала. Солнце жарит сегодня. Жара. Вот там у меня подсолнухи взошли с кукурузой густо. Не знаю, можно их рассаживать или нельзя. Никогда подсолнухи не пересаживала. Они там задавят друг друга. Попробую несколько отсадить. Начнем. Вот еще один вылез, пятый. А я вам наврала, что четыре зашло. А тут, оказывается, пятый вот еще зашел. Как долго они... Так, вот этот сейчас большой. Маленький оставим, а большой заберем. Два даже заберем. Вот здесь тоже намочила семечки-то, тыквы-то. Ой, тыквы, кабачки. Я уже заговариваюсь. Вот они только показались. Хотела сюда, думаю, здесь не зашли. Хотела сюда посадить, а они вон вылезли. Месяц сидели. Посажу кабачки вот здесь вдоль забора. Здесь у меня в прошлом году росла картошка. А в этом году будут кабачки. Хотела тут под эту... Вот под эту, как она называется, штука... Горох посадить. Так и не посадила. Там он у меня под деревом, под яблонькой. Зашел, растет, пускай там растет. А здесь будут кабачки. Планы поменяю. Здесь крупивы много. Потом надо будет чистить, когда очки-то бы не потерять. Вот, уже уронила. Я уже сколько очков здесь потеряла. Пойду сейчас ведро положу. Так, полить надо. И закрыть корзинкой. От солнца. Чтобы хоть мне немножко притенить. Так, пойду за корзинками. Нашла две корзинки. Все повыкинула. Они все поломались. Новых не напасла, не запасла. Ну, два прикрою. Остальные так пускай выживают. Полить хорошенько. Все, закрою их. Пускай приживутся день-два. Я так капусту закрывала. Вот сюда еще. Так, вот здесь сейчас делаю лунки. А, внизу-то сырая земля-то. Дождик-то хорошо. Мочил, помочил. Кабачков нам много надо. Собачки хорошо едят. Кабачки. Так, раз, два, три. Четыре. Четыре. Пять. Вот сюда еще пятый. Все, сюда будет достаточно. Какой же выбрать? Самый красивый. Самый большой. Так, ну ладно. Вот этот возьму. Вот этот. Пять надо. Тут раз, два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, три. Тут оставить, пять туда унести. Я еще считать умею. Оказывается, до десяти. Ужас. Не забыла математику. Скоро все забуду. Слова забываю, как называются. Так, растите пока. Еще три надо. А каких взять-то? Каких взять? Вот этот, наверное. Вот этот. И вот этих два. Вот этих два возьму. Все. Кому наша местная стекла нужна, приходите, я вам отдам. У меня там еще корней 20 лишних. И посадила уже корней 10. Все. Вот это что? Я в прошлом году одной знакомой отдала кабачки. У меня было много их. А она говорит, потом по осени спросила, ну как говорю, кабачков-то много было, она говорит, один, и то маленький. А у меня была куча, значит, земля другая. Им там там песочная, на берегу-то речки. Ну, на набережной где-то у них там дача-то. А у меня-то вон какая тяжелая земля. И вот у меня была целая гора, а у них один всего. Ну, я им еще семена дала. Может быть, из семян потом вырастут. Мало воды надо еще нести в лейку. Так, с кабачками вроде все. Тыквы вот надо место теперь в картошку. Она потом все закроет, всю картошку. туда их. Там одна грядка у меня есть. Туда посадить. Так я ее оставляла под речку. Вот. Целину там разрабатывать не хочу. Вот все. Вот сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, одиннадцать, двенадцать. А я говорю, двадцать. Вот двенадцать тыкв. Куда их еще деть? Вот тут два кабачка осталось. Один тут оставить в колесе. Один сюда в это колесо. А эти тыквы отсюда убрать. Сейчас пойду искать место. А, тут у меня еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Тут еще семь тыкв. Надо пять убрать, две оставить в грядке. Ну вот, четырнадцать, значит, ой, четырнадцать. Тут двенадцать до пять. Семнадцать штук надо куда-то выкинуть их, что ли. Всегда жалко. Пойду место искать, найду, допосажу. Зашла домой, простояла на улице с соседкой, предложила мне яйца. Она всегда мне их приносит. У нее курицы. Ну и простояли с ней час, наверное, на жаре. Разговаривали о ее делах, о своих делах, о моих проблемах. И она меня спросила, как у меня дела. Я спросила, как у нее дела. У нее муж болеет, три операции перенес, привезла вот вчера, когда на днях с четыре с больницы, с операцией с третьей. Опять надо ехать на химиотерапию, говорит, шесть надо курсов пройти. Денег сто тысяч взяла в кредит, как не называется. Ну, вот эти оформляют. Ну, какие-то кредиты оформляют. В общем, взяла, говорит, сто тысяч. Дети все приехали, все помогают. Дети, кто пять тысяч, кто шесть, кто двенадцать тысяч, говорит, дома все помогают. Приехали, наварили, на полные сумки продуктов привезли, говорит. И, в общем, помощь пришла ей. Все вместе лечат своего отца. Ему семьдесят лет. ну, и спросила, как у тебя, твои-то приезжали или приедут лето же. Я говорю, откуда я знаю, приедут они или не приедут. Они мне написали тут в этом, в ютубе под одним видео. Я там видел, было, как называется, можете зайти, посмотреть. что-то я там в огороде делала. А, душ. Делала душ женскими своими руками. Вот такой был ролик про душ. И под этим роликом написал, значит, племянник моей родной сестры, сын. И пишет, значит, мне. Тетя Лена, с каких это пор он меня, тетя Лена начала звать, он меня все звал матешинными словами, что с ним случилось. Тетя Лена, гони, дальше гони. Хорошо, что бабушка не дожила до этого, не видела этого, что я гоню. Я хочу сказать ему, что догнала и буду гнать всеми своими собаками, и всеми собаками буду гнать и буду выгонять все плохое. Оставлю только хорошее. И значит, еще пишет, люди, делайте выводы. Это, это, ну, я по пьяни убила мужика и ходит на свободе. Люди, делайте выводы. Ему накидали столько комментариев мою защиту, мои подписчики, что вы сами-то какие? Такого не может быть и охота этих мужиков и не по пьяни порой поперебить, а вы говнецо родственники, вы такое пишете. Сами пришли бы, да, поухаживали за дедушкой-то, они писали бы на всеобщее обозрение, свое тупое мировоззрение. Но я не потом смотрю, через день протрезвелся, наверное, праздник же был девятый, девятый, почему, двенадцатый день России, видимо, тринадцатого, смотрю, уже проспался, а мне пишут, ну, в общем, удалил комментарий, а мне пишут, тетя Лена, очнись, опомнись, я-то очнулась, опомнилась, а ты-то только на тринадцатое число на другой день только проспался и удалил комментарий, я-то ничего не удаляла, я все оставила, как есть. Другой комментарий, много написал комментариев, людям, отвечал, люди пишут, молодец, Лена, посадила целый огород, зачем столько много, они, значит, пишут, сестра твоя, боится тебя, она молится за тебя, плачет, чтобы ты онлайн не общалась, друзья, а основание какое, чтобы я с вами не общалась, чтобы я не работала в интернете, какое основание нужно писать дальше, да, вот ты этим не занимайся на основании того-то и этого-то, и, значит, пишут, я вспомнила после этого комментария, когда они написали, что плачут, и молятся Богу, а помните, был фильм «Бриллиантовая рука», там песня такая, плачут, Богу молятся, не жалея слез, крокодил не ловится, не растет кокос, люди, там, не бездельники, им бы понедельники взять и отменить, видно, их мама в понедельник родила, им бы понедельники взять и отменить, вроде не бездельники, и могли бы жить, так вот, я также обращаюсь к этим комментаторам, могли бы жить и без меня, и без моего деятельности онлайн, общения моего, я общаюсь со своими подписчиками, у меня 52 тысячи уже подписчиков на трех, на четырех каналах, не считая еще дзен, зачем спрашиваете, сколько много, а так получилось, так получилось, это долгая рассказа, и сегодня тема не об этом, следующий комментарий пишет мои же родственники, бывшие, я теперь, я теперь их вычеркнула из своей родни, пишут, значит, с ней, не мне пишут, а отвечают кому-то, пишут кому-то, отвечают, с ней, со мной, никто в поселке не общается, и соседи, покажи соседей, что, слабо показать соседей, и людей, которые с тобой общаются, никто не общается, никто не признает, ну, как-то там, в этом роде, никто со мной не ведет никаких сношений, никаких сношений, ну, имея в виду, дружественных или общественных разговоров, везде все здороваются, все разговаривают, все спрашивают, как дедушка, как сама, как что, как про себя все рассказывают, ну, обсуждаем все темы, и платим политические, и эту войну, и все обсуждаем, и кто где умер, кто родился, и бывшую работу, и бывшие, всех, кого увидим, вспомним, всех обсуждаем, косточки перемоем всем, а то порой и не знаешь даже, кто как где живет, думаешь, он живой, а у него уже и нету, в общем, темы, только стоит остановиться, по дороге иду часами, хотя 10-12 минут ходьбы, вчера показала вам, какую я дорогу прошла, а иду часами, из-за того, что со всеми работали, со всеми жили, дружили, общались, со всеми, какие-то есть общие темы, разговариваю, ну и сейчас, соседка-то Татьяна-то говорит, я говорю, Татьяна, она говорит, что твои-то приедут, я говорю, так откуда же я знаю, приедут они или нет, она говорит, наверное, на море, я говорю, так наверное на море, по морям да по долам, сегодня, нынче здесь, завтра там, наверное, зачем же они к дедушке-то поедут, зачем к дедушке, говорит, вот Надя к маме постоянно ездит, только до магазина ходит, до магазина, 30 минут из дома. Больше никуда. Молодец. Гости приглашает. Чай пить. Приходи. Та соседка там живет. Все соседи. Ну как родня все равно. Лучше даже родня. С такими соседями и родни такой не надо. А с такой роднёй врагов не надо. Еще там какой-то комментарий был. В общем все комментарии. Потом все удалились. Как начали мои подписчики отвечать. Говорить им. Все удалились в комментарии. Но я скрины сделала. Скрины вставлю сюда. Думали что что-то крыто будет тихо. Что я все это проглочу. Нет. Я это не проглочу. Меня боится. Меня боится не едет. Надо не меня бояться. Надо бояться Всевышнего. Бога надо бояться. А не меня. Я то что могу сделать. Да. Сейчас вам покажу одну. И вы сделаете вывод. Одну. Так сказать. Один поступок. Поступок моей сестры которая в детстве но уже большенькая была она она взяла вот это у мамы была вот эта иконка теперь она у меня стоит она взяла и вот и старапала гвоздем глаза и что вы думаете так это просто обошлось ей я говорю потому что Бога надо бояться Бога надо почитать и не надо его гневать что все вернется Бог не мякишка стукнет и шишка он все видит все видит хоть и царапает хоть что и что вы думаете она сейчас у нее зрение вот она глаза ему выцарапала отец у меня сейчас ослеп первая группа у него совсем ничего не видит это наверное наказание и сама она у нее было 7 минус или плюс или минус 7 а сейчас уже наверное минус 8 потому что я уже не спрашивала не знаю уже лет 5 за 5 лет наверное уже еще больше у нее потому что каждый год падало зрение ухудшалось и ухудшалось было 5 лет назад минус 7 сейчас наверное 10 или 8 или 9 или 10 но никак не минус 7 даже если минус 7 осталось все равно это очень плохое зрение у меня вот плюс 2 плюс 2 у меня и я вот боюсь как бы из-за этого плохого поступка моей сестры не перешло на меня на ее родственников на ее детей и внуков это все может до 7 поколения наказания прийти и много других поступков то что вот она своего отца бросила нашла причину что меня боится бросила хотя приезжала на 80 лет не боялась почему-то 80 лет было отцу приезжала ничего не боялась почему-то на день рождения мы ехать не боимся а те же здоровый нормальный он же с тобой отмечает гуляет на гармошке играет веселиться песни поет гости друзья и там все такое компания а теперь когда он лежит надо когда горшок выносить надо в банну носить его купать и стричь ногти и волосы и брить и все 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 стирать переодевать и хотя бы сидеть возле него развлекать веселить его это мы боимся Ленку сестру боимся она же мужика убила она же ведь ходит на свободе ведь люди вы что тут вы не видите что она убила мужика ходит по свободе ну это же вообще-то нормальные люди пишут нормальные я говорю что таких иметь родственников лучше вообще не иметь и это хуже врагов и врагов не надо ну все уже 13 минут в общем пишу пишите свои что вы думаете отзывы что вы думаете по этому поводу думаю будет у вас что сказать и так уже вы сказали мои подписчики им написали они уже не в личку они писали а писали на всеобщее значит и видели все что вы им ответили и они удалили комментарии ваши остались пусть они теперь почитают снова ваши комментарии и услышат мое высказывание мое отношение к этому я привыкла держать удар я привыкла давать сдачи я не привыкла молчать подставлять вместо одной щеки вторую никогда этого не будет я всегда буду давать отпор все меня с ног пока не сшибешь с ног еще не сшибешь меня все до свидания с вами была Елена Россия Забыкальский край и jes до свидания